всем привет ездила сейчас к тете нужно было постирать вещи у нас пока стиральной машинки нету вот и также политикой какие цветы там саду сейчас возвращаюсь к себе домой покажу немножко ней бархуд в смысле район как он выглядит тетин брелок батарейки на него садятся плохо срабатывает проеду покажу дома жалко телефон надо в руке держать все время так одной рукой управлять потому что нет у меня никакой подставки вот видно как много флага висит очень часто еще встречаются наряду с американским флагами еще встречаются украинские в поддержку украины вот связи с событиями которые сейчас случились там вот ну видно что все цветет да бугенвилия различные кусты кактусы не знаю вот это чола или как она называется правильно буду стараться ехать медленно чтобы заснять он какой кактус высокий тут чтобы все лучше охватить но все конечно лучше пройтись пешком но сейчас очень жарко пешком лучше ходить вечером когда стемнеет можно обратить внимание что нету нигде никаких проводов на улицах не висят то есть все коммуникации они проходят интернет газ электричество они все проходят под землей причем они очень хитро там расположены ничего разрывать перерывать скрывать асфальт не надо везде есть люки не знаю тут конечно с машиной трудно это увидеть но вообще если так присмотреться есть и они разного цвета на нарисованы там знаки на них то есть какие отличаются кабель там интернета какие отвечают за электричество ой немножко видео будет такое мельтешащая потому что я держу телефон левой рукой вон там видно впереди краны высокие это работа моего мужа интел там строит новые лаборатории как не называется фэб вообще один кран он из германии он очень высокий его сюда на корабле привезли собирали так вот чтобы установить нужны были еще другие дополнительно краны только чтобы его установить и всего три в мире таких вот интел нанял из европы с германии вот один из них вот что еще рассказать я здесь не могу на этой улице ехать медленно потому что здесь ограничение скорости считается вот 30 35 миль в час нельзя ехать не не медленнее потому что сзади меня машины и нельзя ехать быстрее гольф поля гольф поля нравится мне вот эти как они называются пальмы вот эти высокие не низкие именно вот эти высокие такие красивые они ведь у них созревают финики финиковые пальмы уже к нам это еще не наша улица соседняя но уже очень близко тут уже можно помедленнее ехать так будто показывает немножко сбоку дома сегодня еще и мусорный контейнер стоят это потому что сегодня день когда забирают мусор здесь забирают мусор по вторникам и по пятницам и раз в неделю забирают ресайкл ресайкл это когда собирают картон пластик в общем то что идет на переработку мусора здесь очень сильно за этим следят потому что это очень важно на самом деле чтобы пластиками засорять планету этот пластик получает как бы право на вторую жизнь и то что не идет на продукты питания потому ну такой тупичок можно использовать вот в этих там рюкзаки и можно сделать да что-то там уже для не знаю для чего еще мусорные ведра какие-то я уже скоро я сверну именно к себе у меня такой тоже как бы как он называется здесь называется колдесек такой как бы тупичок всего лишь из пяти домов вот четыре соседа у нас и мы вот 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 практически подъехали вот сюда сейчас сверну так мне нужно еще открыть гараж вот у меня батарейки хорошие поэтому у меня пульт от гаража срабатывает очень далеко это соседский дом это другой соседский дом так вот это еще соседский дом четвертый и вон там вот пятый и это вот наш мы еще тут гаража не разбирали то есть у нас все барахла накидано коробки еще не разбирали я только собрала разбирала только то что в доме находится вот поэтому вот уже тут мотоцикл стоит здесь и для рождества всего полно вот мусор уже забрали когда его забирают вот так вот оставляют открытыми крышками что чтобы ну как бы хозяева когда возвращаются знали мусор забрали или нет здесь у нас почтовый ящик пусто пока ничего нету когда есть почта письма какие то например мы так вот должны поднимать флажок это значит что почтальон сначала должен забрать то что внутри находится и отправить а потом только положить внутрь почту вот такой у нас двор снаружи вот такая калиточка вот я потом позже покажу это все когда не так жарко будет когда не так жарко будет в ноябре вроде как в ноябре вот хотел еще пожаловаться меня сломали котика при перевозке такой красивый был котик и вот его голова отвалилась поэтому мы пишем жалобу в компанию еще сломали гладильную доску нам должны вернуть деньги за котика или купить такого же и за гладильную доску вот эта коробка с этим с крисмасом тут все для елки для украшения бахьярда для украшения внутри дома но остальное наверное такое инструменты велосипеды то что не очень будет интересно это такой снеговик который светится всю ночь зимой тоже на рождество проходим сюда и здесь здесь пока что еще ничего хорошего нету я тоже ничего не разбирала кошкин горшок стоит наполнитель здесь будет лаундри рум будет подключаться машинки ставится сушильная и стиральная машинка вот дальше коридор начинается здесь тоже комната для гостей мы еще у нас мебели сюда пока нет это уже пока бардак это туалет с ванной это наша спальня вот туда вот влево где свет полоска света этот там этот туалет с ванной и шкаф сюда проходишь тут тоже вот такие шкафы я уже тут все красиво разложила и здесь бардак полный потому что компания которая нам привезла все наши мебель вещи они мы вот все распаковали а теперь они должны в какой-то день приехать и все это забрать вывести на машине пусть нам-то это все девать некуда здесь я тоже по чуть-чуть начала расставляет развешивать здесь поставили телевизор это у нас камин еще такой электрический немножко раскладываясь по чуть-чуть вот этот стол мы купили уже здесь мне он так безумно понравился он такой полированный такой красивый небольшой обзор стиральной и сушильной машинки которые мы заказали мы уже все оплатили но привезут только 11 июня вот так называется компания которая производит и модель выбирали по отзывам выбрали элджи и с горизонтальной загрузкой хотя в начале муж хотел другой компании мейтег и с вертикальной загрузкой но знаете чтобы если нужно в процессе там стирки какие-то там не знаю забросить что-то еще в стирку можно открыть с вертикальной загрузкой и забросить программа не собьется и дверь открывается с горизонтальной так конечно не сделаешь но потом муж почитал характеристики и влюбился в эту машинку по отзывам из-за того что у них стоит какая-то система поглощения шума она работает практически бесшумно и не вибрирует то есть не стучит а пол вот единственном магазине нашли вот такую скидку 32 процента поэтому сразу и заказали и к ней вот такая сушилка идет этой же компании этой же к этой модели вместе вот такая сумма получается и сначала хотели тоже заказать сушилку на газу чтобы она не от ли электроэнергии работала от газа вот но потом посмотрели и тут всего лишь 100 долларов разница принципе не в цене дело а муж решил не подключаться к трубе с газовой сделать проще к электричеству а и и и и и и